Добрый вечер! Сегодня гостем студии Антитопор. Является Мгер Аганесян, заместитель директора Института армяновических исследований Ереванского государственного университета, кандидат исторических наук. Мгер Суренович, добрый вечер! В преддверии 99-й годовщины очередной геноцида армян в Османской империи, хотелось бы задать вам такой вопрос. Турция, как известно, и это везде пишется, широко говорится об этом, готова рассекретить документы, хранящиеся у них, и приглашают поработать над этими документами вместе с армянскими историками, юристами. Считает ли армянская сторона и готова ли армянская сторона к такой работе совместно с турками? Спасибо, во-первых, за приглашение, несколько слов о антитопоре, и потом я отвечу на вопрос, если можно, конечно. Во-первых, то, что вы делаете, приветствуется, и те методы, как вы пытаетесь представить эти все вопросы, очень хорошо в том плане, что все доступно и понятно, я думаю, всем. Я сегодня тоже попытаюсь в этом ключе представить эти вопросы. А что касается вопроса, во-первых, есть официальная точка зрения Турции, которая, да, говорит, что вопрос нужно еще раз просмотреть, там изучить какие-то материалы и тому подобное. И армянские официальные лица, и научные разного рода структуры армянские, историографические, геноцидоветы и тому подобное, не один раз повторяли, что уже за почти сто лет столько изучено, столько доказано, что, во-первых, вопрос не подлежит изучению как таковому, в том плане, что существует уже продолжение геноцида, так, грубо если говоря, то есть армянская диаспора, которая не упала с воздуха, да, она продолжение тех актов насилия, геноцида со стороны Турции. Во-вторых, и ежу понятно, что любой преступник, который после стольких лет хочет оправдать себя, да, все сделает, чтобы якобы со стороны закона обеспечить свой алиби, да, и понятно, что то, что даже нам покажут или хотят показать, или что-то доказать, да, с точки зрения этих документов или материалов, понятно, что там не будет то, что должно было быть. Потому что... А что там может быть? Особенно, я вот об этом хочу сказать, особенно после Кималата-Турка, когда была создана Ассоциация Турецких историков, и фактически заново начали передиктовать историю Турции, а это значит, что не только историография менялась как таковая, но и материалы под него привозились, грубо говоря, да, и все эти факты, которые уже были как таковые, да, косвенные, не косвенные, или они вообще уничтожались, это понятно, потому что вот если рассмотреть официальные приказы, да, когда говорят, покажите нам какие-то официальные приказы, конечно, турецкие те власти, тогдашние власти, и при Абдулгамите, и при Младотурок, и при Кималистов, официальных никаких приказов документально, чтобы это подтверждало. Они не могли иметь. На нашей стороне тоже есть какие-то документы? Конечно, на нашей стороне не только документы, на нашей стороне, в первую очередь, факты, оставленные очевидцами, и не только армянскими очевидцами. Во-вторых, было время, я помню, когда обсуждались материалы, документы, которые были представлены европейскими странами из русских архивов, ну, в частности, теми европейскими странами, которые входили во время Первой мировой войны в союз в Антанты, ну, Англия, Франция. Турецкая сторона часто повторяла, что как можно говорить о этих документах, как об истинных документах, да, если тогда эти страны воевали против Турции, понятно, что они против нас что-то должны были написать. Окей, но когда мы смотрим, что вот те же самые факты, притом не единичного характера, а очень много фактов, да, находятся и продолжают находиться в немецких архивах, в австрийских архивах, это те страны, которые были первыми союзниками Турции, это уже другой вопрос. Вот вспомним фильм «Агет», который будет снят в Германии, и прекрасно представляет, вот даже там момент, если помните, когда премьер-министр Турции во весь голос кричит, что покажите мне доказательства и тому подобное, да, и приводится сразу, открываются двери немецкого архива, только вспомним одного Лепсиса, да, что стоит его человек, который фактически имел доступ к турецкому самому верхнему эшелону властей, да, его показания. Очень много показаний миссионеров. Вот сейчас, например, наши сотрудники нашего института работают в швейцарских архивах, и я вам хочу сказать, что там бесценные находки существуют, письма, там, не знаю, материалы, которые люди своим близким писали и говорили, что тут происходит, как... То есть вы считаете, что было бы армянской стороне унизительно поддаваться на такие провокации? Не то, что унизительно, понимаете, когда весь вопрос в чем, да, вот давайте поймем вопрос, как нужно решить, окей? Смотрите, есть проблемы, которые в рамках той законодательности, ну, той же самой, той же самой конвенции о геноциде 48-го года, да, ООН, которая существует, да, это тот основной пункт, да, который нам позволяет не с эмоциональной точки зрения, а с точки зрения закона поднять вопрос и решить вопрос, да, и те ссоры, те проблемы, которые существуют между государствами, на данный момент у нас, я не юрист, но, насколько я знаю, решает вот одна структура, это Гаагский трибунал, и все эти вопросы решаются там, но если мы видим в этом ключе решение вопроса, то, а мы это в этом видим, понятно, что вопрос они хотят в другом русле отнести, уйти, да, то есть здесь не вопрос, что мы боимся изучить что-то, да, или для нас обидно что-то изучить. Во-первых, армянская сторона всегда говорила и всегда повторяла, что она готова сотрудничать с Турцией без каких-либо взаимных, да, предъявлений, но когда сторона не хочет сказать, грубо говоря, простое «здравствуйте», да, и начать какой-то диалог, понять себя, и осознавая... А может быть в этом нужны еще какие-нибудь посредники? Ну, за сто лет тактически у нас столько посредников было. Хотя бы есть представители тех стран, которые уже знали финансы корнями. Мы уже увидели работу и этих посредников, и разного рода других посредников, которых потолить... У всех есть свои и минусы, и плюсы. Вопрос в другом. Во-первых, я считаю, что обе народа должны друг с другом говорить, понимать друг друга. Вопрос не в том, что мы все равно будем соседами, да. Все равно эта боль в наших сердцах есть. И мы не вправе и никогда не заботим это. И мы будем продолжать предпринимать шаги, чтобы не только признать факт кеноциды, а вообще требовать то, что мы потеряли. Потому что то, что мы потеряли, впоследствии привело к тому, что на данный момент Армения находится в полублокадной ситуации. Извините, это блокада тоже самый геноцид, если считать. То есть, если страна продолжает ту политику и опровергает факт кеноцида, но, извините, это получается, что уже четвертая турецкая государственная власть, я имею в виду до этого султанская власть Абдулгамита, молодых турок и кимоналистов, и эта четвертая продолжает эти действия, это значит, что они продолжают ту политику кеноцида терех турецких властей, которая привела к многочисленным жертвам потери земли. Можно я задам один такой вопрос? Скажите, вот в 1991 году, когда стали ставиться границы, да, междугосударственные, кто был против открытия границы с Турцией? Армянская сторона или турецкая сторона? Я имею в виду турецко-армянская граница. Понятно. Во-первых, армянская сторона никогда официально, неофициально не кричала, не говорила, что она против открытия границы. Если помните, Турция из-за того, что Карабахский конфликт вырос уже в войну, и армянская сторона по расчетам Турции должна была проиграть, потому что очевиден был факт помощи Азербайджану во всех сферах, но армянская сторона начала шаг за шагом побеждать и освобождать. Турецкая сторона как бы этим шагом показала, что даже она не хочет, не то что не хочет говорить, а вообще признание какого-то геноцида, как она считает, а требования новые дает, что вообще выходить из вашей земли. Вот сегодня из Карабаха, в начале 20-х годов это был Нахичеван, коридор, с которой Турция она очень хорошо использовала. Потом, если помните, с 19-го года до 21-го года это был Зангизур. То есть очевиден факт был, что через Нахичеван и Зангизур, зайдя в Карабах, она уже заходила в нынешний Азербайджан, а извините, это уже проект пантуркизма. Это проект пантуркизма, то есть, поняв, что в 18-м году, после Сардарабадской битвы, когда армянские малочисленные войска сумели остановить турецкие войска, которые считали, что они просто шагом малым пройдут и все, турецкая сторона была, ну так скажем, да, уже перед этим фактом она поняла, что нужно остановиться, потому что проигрывала Первую мировую войну, да, теряла все, особенно на западной части Турции. И здесь остановиться, попытаться что-то там успокоить, а потом увидим, да, а потом что мы увидели? Мы увидели новых турецких властей после Малатура, которые попытались как бы принять факт киноцида, осудили там и тому подобное, но новые власти турецкие, кемалисты, да, они, приходя к власти, что они сделали? Они не только продолжили геноцид западной Армении, а по новой тактике они уже прошли на Восточную Армению, на Восточную Армению, а в Восточной Армении попытки, вот, 20-го года войня между Турцией и Арменией, доказательство тому, как, используя даже большевистскую Россию, обманув эту страну, якобы все союзный такой масштаб мусульманских социалистических республик она сделает, вдруг турецкая сторона начала продолжение политики, потому что, почему мы говорим, что руководство ни одного субъекта государства, ни одна власть турецкая это сделала, организовала, да, фактически, оказывается, если там меняются власти, партии, это не имеет значения. Это султан, это, да, парламентская, это идеология, а идеология основная. Герсуренович, скажите, вот сейчас в интернет-ресурсах очень много сайтов, посвященных геноциду армян, есть, конечно, и фальшивки, вот как отличить фальшивые сайты от подлинников? Спасибо за вопрос. И много ли таких фальшивых сайтов? Спасибо за вопрос. Смотрите, во-первых, кроме фальшивых и не фальшивых, то есть имеется в виду искажающих действительность о геноциде и не искажающих, есть и третья сторона, которая якобы представляет обе мнения. Армянская сторона всегда пыталась говорить словами фактов. Говорить не с эмоциональной точки зрения, а словами фактов. Словами фактов, но есть сайты, в которых якобы дискуссируется вопрос. Вот на днях мы в Ростове уже показали некоторые сайты, я не хочу поименно эти сайты называть, чтобы добавок не рекламировать то, что делается. Но если наш телезритель, так скажем, просто попытается посмотреть в этих сайтах те моменты, те аспекты, особенно визуального характера, не сам текст, содержание текста, а вот, например, политика Турции, что их архивы, мы говорили уже об этом, открыты. Вы найдете сайты, где четко видно, что показаны закрытые якобы армянские архивы, даже линки нету на эти архивы, хотя мы знаем, что национальный архив Армении и свой сайт имеет, и открытый доступ, ты можешь, любой человек, любой ученый может зайти, зарегистрироваться, написать о своей теме и получать те доступные материалы, которые есть. Но, увидев вот такое, да, сразу, что думаем? Ну, человек не армянин, человек не специалист, через какие-то каналы он вышел на этот сайт, случайно, да, и видит, что, ой, оказывается, что вот эти армяне убивали турок, не только убивали, сейчас вообще все закрывают, информационный вакуум у них и тому подобное. Ну, хочу сказать, что если вот простой поисковую систему простую взять, любую, да, и там, ну, я мониторинг в этом плане делал, на четырех языках хотя бы, на турецком, на армянском, на русском, на английском делать, то, уверяю вас, на первых страницах 90%, если не больше, армянские сайты, или те сайты неармянского происхождения, которые не искажают историю. Но попадаются, что самое интересное, азербайджанские сайты. Азербайджанские сайты, которые, ну, думаешь, да, понятно, младший брат турок, но столько попытаться помочь, так скажем, в кавычках, а нет, очевиден факт, что здесь работает та же турецкая сторона, та же турецкая сторона, которая пытается не своим голосом, да, чужим голосом рассказать о проблеме, в кавычках, да, показать. Но почему-то, когда говорится о армянском геноциде, очень мало обсуждения, как такового самого геноцида, и сразу армянам давать клички разного рода террористы, там, не знаю, наркотрафики, там, какая-то хаджилинская трагедия, и тому подобное, и самое, вот, тоже самое хаджилинская трагедия, да, грубо говоря, смеяться над теми жертвами, которые были, да, и были во время войны, и когда спрашиваешь, ладно, ну, покажешь, откуда, ладно, в этих фотографиях женщина с детьми плачет, оказывается, это на территории Турции в 80-х годах, после землетрясения, или там лежит дедушка, два варианта фотографий, один скальп снят, в одном нету, или в третьих, ну, ладно, армяне, так скажем, сделали это, да, а как мы позволяли им все это спокойно снимать, отвезти, и тому подобное, да, и, а как, ну, талибов, да, фактически его снимают, да, с власти, ну, сам президент Азербайджана дает интервью, говорит об этом, что... Да, но он потом отказался от своих слов. Ну, знаете, что... Через какое-то время, когда ему нужно было вернуться в Азербайджан. Да, сейчас некоторые, очень многие политики вообще в мире отказываются от разного рода обещаний и слов, да, и искренних слов, когда они говорили, но вопрос в чем, что убивают каких-то журналистов, которые снимали там, да, вопрос в том, что... В чем своих же журналистов. В своих же, да, но мы, как, так сказать, повернемся, да, к нашей проблематике, и о чем идет речь? Стандартная технология пропаганды. Если ты не можешь дискуссировать по этому вопросу, создай новый проект, новую проблему, и начинаем вот отвести от этого глаз, да, Долой. И что получается? Получается то, что берется миру, для мира понятные проблемы, от которого весь мир содрогается в ужасе, да, это терроризм, это наркотрафик, и тому подобное. Потом все это вливается в одну кашу, где есть проблема армянского освободительного движения, да, на все это ставится слово терроризм, почему-то не вспоминая, что все народы, которые... Я куда взялся? Это терроризм. Штаты Америки, все страны, которые как могли дрались, понимаешь, балканские страны, вспомним, да, и что это все терроризм, да, и когда людей решают возможности слово сказать, и мы то же самое сейчас видим в Турции, на данный момент, видим в Турции, да, и что... Там не происходит на уровне власти информационный терроризм, они официально закрывают тот же YouTube, да, ну, конечно, когда услышат, что премьер-министр миллионами играет со своим сыном, конечно, должны закрыть. Это понятно, это очень... С их точки зрения, наверное, правильно, но я еще раз повторюсь, обидно то, что осознавая, потому что мы встречались со многими турецкими коллегами, людьми, которые приезжают в Армению, для себя открывают те белые страницы, о которых у них там не говорили. Вот, кстати говоря, пока не потерял мысль о людях, которые приезжают в Армению, да, из Турции, руководителей Серых Волков, да, как они прибыли на территорию Армении и встречались с первыми лицами государства, непонятно. Вы можете как-то это прокомментировать, если вам известно что-то? Детали мне неизвестны, во-вторых, это назвать это встречей или там тому подобное, да, и какими-то знаками пальцев что-то там показывать, я бы назвал это детским садом, потому что любой человек может что-то такое сделать и с помощью фотошопа, или просто приезжать куда-то, там флаг снять и начать танцевать, кричать, что это, мол, это на видео снять и показать, ух, как я какой-то, я сильный, я это сделал, да, если наши соседи... Это были реальные фотографии с Каталикосом, с другими лицами. Вопрос не в том, что там реальные фотографии, вопрос в том, что если человек представляет собой специалистом какого-то вопроса, да, и приезжает обсуждать, и потом так делает, вот и вам ответ, вот и вам ответ, с кем мы имеем дело, с каким народом мы им делим. Но вопрос в том, что когда мы говорим, с каким народом мы имеем дело, мы не хотим на весь этот народ все это бросить, потому что мы сейчас видим и есть, конечно, турки, которые до сих пор не только знают, но зная об этом, и при этом это не власти, отвергают, да, а есть люди, турки, которые осознают всю эту боль, которую они нам причинили. И немало таких. И немало таких. Вот вспомним похороны Гранта Динка, да, и немало таких. И, кстати, то, что турецкая власть пытается всех этих турок сказать, что нет, значит, ты армянин, там у тебя корни, понимаешь, и что-то там вспоминаются какие-то действия уже начала 20-х годов Германии, когда во всех видели евреев и арестовывали, потом оказывалось, что даже там немцы были, которые неугодные были, да, это то же самое, как бы, понимаешь, то есть, что мы видим, что вот турецкая нынешняя власть, даже в самом слове армянин, кстати, если помните, во время Османской империи, такое слово, и армяне, и Армения вообще запрещала, свобода, слово запрещалось, то есть, политика повторяется, и турецкая государственность, пока не осознает сам, саму проблему, что она, во-первых, вред не армянам только приносит, а своему народу, она, у него вырастает новое и новое поколение, которое завтра, послезавтра может иметь какие-то психологические проблемы, люди могут с такими фактами, понимаешь, человек построит дом, а потом окажется под домом там братская могила армян, которых убили, да, в каком-то году. Да, скажите, вот, можно допустить, что Турция признала геноцид, передала территорию западной Армении за свои восточные велоэты, да? Так скажем, да. Так скажем, да. Все-таки за это время, пока эти территории были в Турции, пока они тоже сейчас в Турции находятся, там сложился такой национально-социальный такой пласт, да, из разных народов, чаще из исламизированных народов, среди которых есть и исламизированные армяне. Что будет с этим населением? То есть, там произойдет какая-то реармянизация или что-то? Ну, вопрос, во-первых, это более официальным лицам, но как историк я попытаюсь ответить таким образом, да. Ну, во-первых, подождем этого дня, тогда уже понятно будет, что мы сделаем, да. Во-вторых, смотрите, вот помните, когда началась пиар-компания с турецкой стороны, когда открывали церковь в Ване, да, на Ахтамаре, и там проблема, почему крест должны поставить, почему там религиозные там мероприятия, могут ли веститься, не могут и тому подобное. ведь сам факт, что там какая-то церковь открывается, уже опасно было со стороны Турции представить, что, а если вдруг цепочка и пройдет. А с другой стороны, с другой стороны, это для Турции был пиар-ход, чтобы показать, что, мол, мы, вот видите, уже что-то там начинаем, Европа, двери откройте, да, ну, это понятно, но к чему я? Я, как историк, думаю, во-первых, те армяне, которые остались там, и их немало, мы говорим не только о исламизированных, а армян, которые и христиане, хотя читаешь имя, фамилию, там немало и курдов живет, да, или считают себя, есть армяне, которые считают себя курдами, там, там подобное, вопрос в другом, вопрос в том, что, когда человек же живет где-то, да, на какой-то территории, и социальный, культурный, религиозный аспект у него требует, чтобы с ними он смирился, понятно, что он никогда к истокам не вернется, но когда, вот вопрос, да, первый вопрос, почему Турция боится на этих землях, да, хотя бы позволит, чтобы открывались армянские церкви, вы не думали, как, вот вспомним нашу историю, да, где собирались армяне, когда не было государственности, не было ничего, в храмах, религия объединяла их, а вы не думаете, что Турция боится того, что, а вдруг там начнутся маленькие кружки собираться, тех армян, которые уже собираются, которые... Да, но если это будет территория вновь наша, не все ли равно Турции, какие там кружки? Я имею в виду тот факт, что, ну, это быстро не произойдет, что нам эти земли вернут, вопрос в том, что до того, как вернуть, Турция не идет к этому, сколько можно удержать этот факт, чтобы там вообще все уже не только забыли, а вообще армяне так ассимилизировались. То есть, я думаю, что, во-первых, если вдруг виртуально подумаем, что эти земли нам вернут, в первую очередь нам там должны открыть, открыться все религиозные центры, они имеются там и армянские, любых национальностей, да, вот вспомним 14-й год, 12-й, 14-й год, когда были решены открыть на двух субъектах на Западной Армении, да, руководствами Вестененко и Офа, центры армянские, так, да, ну, и руководители христианин, там были и армяне, и курды были, и турки помощниками, да, к чему это ввелось? Вот показ, что, да, там и живут турки, и татататат, но можно параллельно жить и понимать, понятно, сейчас в Армении национальные вещества тоже живут, языды, курды, да, но ваш вопрос, то, что вы мне задали, это немножко затрудняет в том плане, что не посмотрев глубину проблемы, да, притом мы говорим о виртуальных вещах на данный момент, к сожалению, мы не можем на 100% на этот вопрос ответить, во-вторых, там есть много решений, разного рода решений, да, закончу ответ таким образом, давайте дождемся этого дня, заодно и Армянская Республика и Армяне решат совместно с теми народами, которые там останутся жить, как мы будем жить, или останутся вообще, или будем жить, как будем жить, я думаю, что история доказала, что народ армянский, где бы он ни жил, он всегда строит, всегда сотрудничает и всегда всем желает добра, я думаю, что быть первыми христианами это уже говорит об этом, но не дай бог еще стать последними христианами, чего вы ждете, какие у вас прогнозы через год на столетие, какие-то может политические сдвиги в этом вопросе, политические сдвиги, особенно в последние 50 лет мы уже видим, мы уже видим, что в советское время после Московского и Карских соглашений, когда, грубо говоря, Армению заставили войти такой союз, чтобы забыть якобы о своих проблемах, но уже независимое государство Армении имея все возможности представить вопрос, уже видно, что очень много стран и признают геноцид, и не только есть очень много стран, у которых вообще от этого прибыли нет. А есть страны, которые рады бы признать, но из-за каких-то союзических отношений не не из-за этого я хочу это сказать, что во-первых ждать что-то с турецкой стороны ближайший год, только того, что она попробует еще раз более большими финансами антиармянскую пропаганду вести, это пожалуйста, сколько можно больше денег тратить, предлагаем, но армянская сторона не имеет права, и армянская сторона будет предпринимать шаги, известно, что у нас есть и в республике и в диаспорах союзы, которые занимаются вот этими проблемами, совет общий государственный есть столетию геноцидом, мероприятия делаются всякого рода, армянский народ и армянские власти всегда будут об этом говорить, помнить, поднимать эти вопросы, где возможно об этом говорить и показывать на примерах, как на Кесапском примере, как людей выселяют из своих же домов, из своей исконной земли, а сейчас другая политика, если во время геноцида турецкая сторона использовала некоторые курдские организации, потом сейчас все валит на них, а сейчас самих же курдов уничтожает, политика ведется. В том же Кесапском варианте турки как раз таки чужими руками все это и осуществляют, кого только нет. Они всегда такое делали, они всегда увидели, что восточные Армении не могут продолжить резню, использовали руку азербайджанца, понимаете, и всегда это приветствовалось, всегда эта политика велась, и в этом плане я еще раз повторюсь, к столетию и после столетия армянская государственность, армянский народ, я думаю, обязательно продолжит эту политику до тех пор, пока Турция не сядет с нами за стол и начнет с одного простого слова. Думайте, к столетию этого не произойдет. Простите нас хотя бы, простите, если возможно простить убийство более миллион пятьсот людей, детей, стариков, беззащитных людей, которые верили свою государственность. И если этот шаг Турция не сделает, после этого говорить о чем-либо. Вы думаете, в течение этого года сдвигов не будет по прощению? Знаете, вообще гадать неблагодарное дело, но хотелось бы, конечно, не при этой власти, не при этой и не той власти, которая видит в политике Турции закрытые общества, потому что что мы видим сейчас? Они как бы показывают, что открыты для всех. власть не извинится точно. Я вам уже пример привел. Три разных власти, которые друг друга сносили. Все эти три власти имели идеологию, турецкую, шамунистскую, фашистскую идеологию, кроме нас все чужие. Вспомним, сейчас в Турции все пишутся как турки официально. Ну, это еще со времен автотюрки стали писать как турки. Что ж, нам пора уже заканчивать. У нас ограничения по времени. У нас в студии был, я напомню, кандидат исторических наук, заместитель директора Института Арминовических Исследований Ереванского Государственного Университета Мгер Суренович Аганисян. Спасибо вам. Спасибо вам. Были у нас. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok